Роботизированная ячейка, сварочная ячейка, предназначена для роботизации сварочных процессов. В состав входит самая распространенная, самая популярная модель робота CRP RH 1410 с досягаемостью 1400 миллиметров и грузоподъемностью 10 килограмм. Также представлен двухосевой позиционер и деталь, в данном случае это газовый фильтр, который как раз робот сваривает. Это был заказ клиента, который обратился с такой проблемой, что очень массовая деталь, есть кадровые проблемы, очень мало специалистов сварщиков, сроки выполняются не успеваем, нужно роботизировать процесс. Мы разработали решение, в данном случае как раз оно представлено. Робот справляется полностью со сваркой данной детали, справляется успешно. Вообще это универсальный промышленный робот, он состоит из шести звеньев, то есть шесть степеней свободы у него. Этого достаточно для 99% всех промышленных, так сказать, технических процессов. Только если где-то нужно совсем в трудодоступное место, используется уже больше шести степеней свободы. Также в состав входит шкаф управления, там где находятся мозги робота. Если это сварочная ячейка, сварочный источник, в зависимости от проекта они могут быть различные. Ну и сам робот. И дополнительное оборудование, это может быть позиционер, это может быть станция очистки горелок и различное оборудование. В основном, вообще любой технологический процесс можно роботизировать. Самое распространенное, это конечно же сварка. На втором месте уже идет палитирование, потом загрузка-разгрузка станков, покраска. Но самое распространенное, это сварка. Пять лет назад это было, так сказать, прерогатива больших компаний. Сейчас с удешевлением и развитием электроники, технология данной становится все доступнее и данные роботы уже стали внедряться именно в малый бизнес. Где-то от 25 тысяч долларов уже готовые решения. То есть с обучением, с доставкой, со всей логистикой. На самом деле программирование робота достаточно просто, несмотря на то, что выглядит это немножко футуристично, и какие-то технологии будущего нет. По факту обучение программирования робота проходит за три дня. То есть трех дней достаточно взрослому человеку, чтобы понять основы и научиться программировать. В дальнейшем, конечно же, где-то еще недели две происходит общение с клиентом, постоянные вопросы технические, как сделать то, как сделать другое. Но недели через две эти вопросы проходят, человек уже полностью входит, так сказать, в рабочее состояние, как им пользоваться, понимает.